Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Марина, всесезонный аквапарк и реабилитационный центр ипотерапии. Сочи на инвестфоруме планирует подписать протоколы на 8 миллиардов рублей. Намерения о реализации проектов глава города обсудил с коллегами. 25 лет избирательной системе Российской Федерации, 15 лет сочинскому избиркому. В честь этих юбилейных дат на курорте появилась аллея эвкалиптов. А к 30-летию вывода советских войск из Афганистана сочинскими тиранам, афганцам и семьям погибших солдат сегодня вручили памятные медали. Труд. Крут. 400 студентов Краснодарского края приехали в Сочи для участия в волонтерском форуме. Информацию о студотрядах, трудоустройстве и как от рабочей специальности дойти до управления коллективом, ребятам расскажут представители Краевого министерства образования. В Сочи на инвестфоруме планируют подписать шесть протоколов о намерениях по реализации проектов на сумму более 8 миллиардов рублей. Об этом шла речь на протокольной встрече главы города и заместителя директора Департамента экономики и стратегического развития мэрии курорта. Анатолий Пахомов и Лейла Гондалоева обсудили подготовку Сочи к российскому инвестиционному форуму. Основные мероприятия намечены на 14-15 февраля, но форум начнет свою работу уже 13 числа. В этот день в главном медиа-центре в Олимпийском парке пройдет форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+. Там обсудят повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет. Также 13 февраля губернатор Вениамин Кондратьев выступит с презентацией перспективного развития инвестиционных проектов экономических зон Краснодарского края. А еще запланированы мероприятия в рамках Дня молодежного предпринимательства. На инвестфоруме три самых крупных города региона – Краснодар, Сочи и Новороссийск – объединят в одну экспозицию «Умные города Кубани». Сценарий презентации моделирует ситуации, герои которых успешно используют решения, которые предлагает «Умный город». Город Сочи за последний год очень много достижений в этой сфере был признан и получил очень много наград. Мы теперь и входим в Международный клуб «Умных и устойчивых городов». Мы теперь и пилотная территория «Умный город», которая под программой Минстроя идет. Это будет очень много возможностей и для жителей, и для власти, и для наших туризмов. Самое главное, мы возьмем под контроль буквально все – и ЖКХ, и туризм. И это будет давать возможность быстро реагировать властям, быстро реагировать работникам. Все будет доступно и прозрачно. И, конечно, это улучшение качества жизни. Это главная задача, которую перед нами поставил президент Российской Федерации. В Сочи на форуме планируют подписание шести протоколов о намерениях по реализации проектов на сумму более 8 миллиардов рублей. Это «Марина» и всесезонный аквапарк в Лазаревском районе, музей «Северный Кавказ» в Красной Поляне, а также торгово-развлекательный комплекс с аквапарком, реконструкция гостиницы «Олимпийская», строительство лечебно-оздоровительного, а также реабилитационного центра ипотерапии. 25 лет избирательной системе Российской Федерации, 15 лет сочинскому избиркому. В честь этих юбилейных дат на курорте появилась аллея эвкалиптов. Ее высадили в орнитологическом парке. Первый состав избирательной комиссии Сочи был сформирован 5 февраля 2004 года. За 15 лет менялся состав и срок полномочий. В составе действующего избиркома 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Это представители различных партий, а также беспартийные активисты, выдвинутые собраниями избирателей. В честь юбилейных «ДА» 25-летия избирательной системы России и 15-летия сочинского избиркома члены избирательных комиссий Краснодарского края и Сочи приняли участие в закладке эвкалиптовой аллеи. Будете куратором этого? Да, потом будем. Ну а что, с детьми приехать, показать? Обязательно. Вот рада, что муниципальная комиссия начала отмечать свой юбилей именно такой, с рабочего будня, с рабочего утра и высадила аллеи редких достаточно растений, эвкалипты, которые, мы надеемся, приживется, потому что был посажен абсолютно с душой и украсит еще больше один из самых красивых городов России – это город Сочи. Свою лепту в озеленении курорта внесла и Валентина Ткачева. Именно она стояла у истоков муниципальной избирательной комиссии Сочи и работала над совершенствованием избирательной системы на курорте. За прошедшие годы сочинским гор-избиркомом было проведено 7 выборов местных органов власти и 9 избирательных компаний регионального и федерального уровня. Удачно справляться со всеми задачами комиссии удается прежде всего за счет профессионализма сотрудников. У нас достаточно стабильный состав избирательной комиссии. Начиная с 2004 года, вот уже 3 человека, 3 члена комиссии работают 15 лет. Это говорит о чем? О том, что эти люди пользуются доверием общества и, естественно, обладают высокими профессиональными навыками. Члены избирательной комиссии постоянно совершенствуют свои знания. Современные технологии активно внедряются и в избирательные процессы. Так, две последние компании прошли с применением машиночитаемых кодов, что позволило сделать выборы прозрачными и полностью исключили вероятность фальсификации. Система газ-выборы, автоматизированная система газ-выборы. Это нужно было обучить всех людей, подготовить, приобрести оборудование, установить его и так далее. Первое электронное голосование, то же самое нужно было внедрение в систему видеонаблюдения. Это тоже надо было все сделать. То есть очень большой объем работы положилось на избирательную комиссию муниципального образования. Поэтому всем спасибо за работу. В Сочи создана и система обучения кадров территориальных и участковых избирательных комиссий. Успешно реализуется программа по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей. Разработаны просветительские проекты для школьников. С прошлого года в 17 сочинских школах преподают избирательное право. Многие члены сочинского избиркома награждены почетными грамотами и благодарственными письмами ЦИК России, Крайизбиркома, городского собрания и главы города Сочи. Очередные грамоты и знаки почета были вручены и сегодня. Высшей наградой и памятной медалью ЦИК России награждена член общественного экспертного совета Крайизбиркома Татьяна Пшениснова. А в честь другой даты 30-летия вывода советских войск из Афганистана сочинским ветеранам и семьям погибших солдат сегодня в Сочи вручили памятные медали. Важную дату в России будут отмечать 15 февраля. В преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана уже по традиции тех, кто прошел войну, и семьи тех, кто с нее не вернулся, принимали в городской администрации. Мы понимаем, что это такое. Их не вернуть никогда. Но наша память всегда будет светлая. Благодарю вас, тех, кто есть с нами, и вечно помочь тем, кто сегодня есть с нами. И ветеранам-афганцам, и семьям погибших сегодня вручили памятную медаль, которая была специально выпущена к юбилейной дате. Кроме того, тех, кто сегодня активно занимается патриотическим воспитанием, отметили знаком признания и почет сочинцев и грамотами от главы города. Служу России! В этот день мы вспоминаем всех, кто остался на той далекой войне, и наше внимание к тем, кто нуждается в помощи. Город Сочи всегда традиционно все семьи погибших, и отцов, матерей, и вдов направляют на лечение лучшей санатории города Сочи. Естественно, им будут поручены подарки, знаки внимания. 30-летие вывода советских войск из Афганистана будут отмечать 15 февраля. В Сочи в этот день пройдет митинг памяти в Комсомольском сквере у Стеллы «Афганский узел». Добавлю, что с Афганистана домой не вернулись 218 жителей Сочи и края. 10,5 тысяч за третьего ребенка многодетным семьям назначены. Новые пособия согласно закону Краснодарского края. Пособия получат семьи, где, начиная с 1 января этого года, родился третий или последующий ребенок. Эта выплата назначается, если доход в семье не превышает полуторакратный прожиточный минимум на трудоспособное население, которое на сегодня составляет 16 777 рублей 50 копеек. Соответственно, если обращается многодетная семья, состоящая из пятерых человек, папа, мама и трое детей, то эта сумма 16 777 50 умножается на пятерых и определяется вот этот вот прожиточный минимум на семью. Ежемесячная выплата составляет 10 412 рублей. Ее будут начислять до исполнения ребенку трех лет. Для получения пособия необходимо обратиться в районное управление соцзащиты или МФЦ. В целом Кубань до 2024 года потратит 24 миллиарда рублей на повышение рождаемости. Почти 5 миллиардов рублей пойдут на поддержку молодых родителей, а конкретно на повышение ежемесячных пособий. Также решено, что в текущем году продолжат выплачивать региональный материнский капитал. Он составит более 120 тысяч рублей. Сравнивая статистику двух последних лет, можно сказать, что пока на Кубани снижаются и смертность, и рождаемость. Жителей края становится больше в основном за счет приезжих из других регионов. Но есть и исключения. В Геленджике, Краснодаре, Новороссийске и Сочи отмечают естественный прирост населения. Выправить ситуацию в других муниципалитетах задача на ближайшие пять лет. К нам с тем вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 9 февраля в Сочи переменная облачность. Местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 9, 11 градусов выше нуля. Завтраки, обеды и ужины в кафе «Кось-кось». Уютно как дома, вкусно как у бабушки. Лучшие блюда кубанской кухни. «Кось-кось» напротив главпочтамта Воровского, 4. Чтобы были сытыми и здоровыми, в центре Сочи открылось новое кафе. Жареный карп, холодец, вареники. Кафе кубанской кухни «Кось-кось». Воровского, 4. Вкусно, как дома. Комплексное развитие городов сегодня обсуждают в Краснодаре. В кубанской столице открылся всероссийский форум, посвященный этой теме. В пленарном заседании приняли участие полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Речь шла о реализации национальных проектов и программы «Комфортная городская среда» на территории регионов. Пол предпрезидента поприветствовал участников форума и отметил, что благодаря программе благоустройства скверы и парки в разных точках страны обретают новый облик. И все это не без помощи жителей, ведь именно их мнение учитывается при выборе территории. В среднесрочной перспективе нам предстоит решить немало задач по дальнейшему комплексному и сбалансированному развитию городских поселений, поставленной главой нашего государства. Будут решены существенные экологические проблемы в городской агромерации, вопрос обеспечения граждан жильем, созданы необходимые условия для культурных и гражданских инициатив, развитие бизнеса, существенно повысится качество государственного муниципального управления. В свою очередь Вениамин Кондразев поблагодарил правительство за решение продолжить программу по формированию комфортной городской среды до 2024 года. В крае продолжают благоустраивать парки и скверы не только в крупных городах, но и в отдаленных станицах. Несколько лет назад краевые власти изменили подход к строительству квадратных метров вместо точечной застройки – дома с социальной инфраструктурой. «Коллеги, три года назад мы изменили подход в градостроительной политике нашего края. Мы ушли от точечной застройки, мы перешли к комплексной застройке. И поверьте, что нам пришлось услышать от строительного бизнеса, это не лучшие пару слов, но мы понимали, что точечная застройка, она не приводит к качеству жизни. И сегодня у нас принцип один, прежде чем застройщик переходит к освоению того или иного массива, именно массива, он показывает, какое количество школ, детских садов, парковок необходимо для того, чтобы не только построено было это жилье, но и жизнь в этом микрорайоне появилась. Конечно, должны быть принципы, правила. Эти правила, конечно, должны вырабатываться, приниматься в виде законов, подзаконных актов и неукоснительно соблюдаться. И я уверен, каждому здесь сидящему есть что сказать. И в целом выработать одну общую позицию, которая позволит нам быть вместе и отстаивать интересы регионов, представители которых сюда приехали. Это нужно для того, чтобы жизнь и в отдаленных уголках наших регионов, и в краевых центрах была комфортной. После пленарного совещания на форуме открылись тематические дискуссионные площадки. На них рассмотрят проблемы как крупных мегаполисов, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, так и небольших городов, например, Армавира, Абинска и Ейска. Решали в Краснодаре, как реализовать национальные проекты развития образования. Обсуждение прошло на коллегии, и ее провела вице-губернатор Анна Менькова. Перед краем стоит амбициозная задача – создать школы будущего, да оснастить существующие кабинеты технологий, развивать волонтерское движение. Стратегию роста изучили наши краснодарские коллеги. Национальный проект развития образования – это стратегия государства по переоснащению школ и созданию среды для научной и общественной работы учеников. В проекте 10 направлений. Кубань принимает участие в 8 из них. Первый и самый крупный называется «Современная школа». Он предполагает дооснащение и переоборудование учебных классов на новый лад. 4,5 миллиарда рублей федеральных, краевых и муниципальных средств заложено на эти цели до 2024 года. Вы, в общем-то, и без меня знаете, насколько уникальна специфика образовательной среды нашего региона. И в первую очередь это заключается в территориальных особенностях Краснодарского края. И, в общем-то, мы являемся третьим субъектом после Санкт-Петербурга и Москвы по количеству учащихся. И, конечно, мы относимся к регионам с преобладанием сельских школ. Нацпроект в первую очередь направлен на выравнивание образования города и села. Мы должны с вами получить современную школу и в столице, и в станице, которая действительно будет растить и выпускать первоклассных профессионалов, которые останутся на нашем рынке труда. Вот это важнейшее направление, которое сегодня стоит перед школой. Уже в 2019 году создадут больше 150 центров образования цифрового и гуманитарных профилей. Отметила Елена Воробьева. Они помогут школьникам определиться с будущей профессией и приобрести необходимые навыки. Впервые в этом году мы с вами начнем воплощать эту концепцию в новом формате. На базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученические места. К концу 2020 года 70% наших школ именно в сельской местности и малых городах обновят материальную базу. И коснется проект 56 тысяч наших школьников. Крупно повезет 570 школам. Во многих еще и расписание поменяют. Образовательные учреждения по нацпроекту должны перейти на одну смену. В Краснодаре, к примеру, вопрос решает строительством новых школ. Начато строительство школы в поселке молодежном микрорайоне большой на 1100 мест. У нас начато на улице изобильное строительство школы тысячу мест. И сейчас уже выходит из экспертизы привязки школа на гидрострой на 1100 мест. В целом по краю будут возведены школы еще и в Динском, Новокубанском районах и Армавире. Другое направление национального проекта это популяризация движения WorldSkills. Студенты колледжей и техникумов будут получать азы профессии в специальных классах. Планируется оснастить современным оборудованием 20 мастерских. Кубанские ученики давно и результативно участвуют в соревнованиях профессионалов и это дает свои плоды. Трудоустройство выпускников мы сопровождаем в течение трех лет. Мониторинг показал, что за последние три года трудоустройство выпускников выросло на 8%. Все призеры и участники движения WorldSkills после окончания колледжа устроились по специальностям. Хорошие показатели демонстрируют юные техники. За будущее работостроение на Кубани точно не стоит волноваться. Только за прошлый год больше тысячи детей записались в кружки электроники. Через пять лет для них возведут четыре стационарных и десять передвижных технопарков. Построят еще один центр дополнительного образования. По задумке нацпроекта дети не должны заниматься только в школе, а все остальное время тратить впустую. Секции, дополнительные уроки, факультативы, а еще активная социальная жизнь. К 2024 планируется привлечь еще 20% учеников в волонтерское движение. У молодежи сегодня, которая занимается добровольческой деятельностью, безусловно, есть и свой интерес для того, чтобы получить площадку для саморазвития, получить какие-то коммуникационные бонусы. Ребятам волонтерская деятельность помогает при поступлении. Кроме того, в национальной стратегии обозначен профессиональный рост педагогов, развитие цифровых технологий, психологическая поддержка семей. Комплексный подход к развитию образования позволит воспитать мастеров своего дела, что в итоге скажется на экономике региона, подытожило совещание Анна Менькова. В национальном проекте участвуют все регионы страны. По стратегии Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира. По качеству образования вузы не должны уступать именитым европейским альмаматор. Инна Чайко и Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. 400 учащихся колледжей и техникумов Краснодарского края приехали в Сочи для участия в образовательном волонтерском форуме. Сегодня они высадили кипарисы и гинко-белоба в Олимпийском парке. А накануне состоялось торжественное открытие форума. Министерство образования, науки, молодежной политики Краснодарского края и региональное отделение организации российские студенческие отряды решили объединить студентов, 70 техникумов и колледжей, чтобы научить ребят работать в команде. Во-первых, естественно, это общение, развитие студенческого самоуправления, студенческих отрядов, волонтерского, добровольческого направления. Образовательный волонтерский форум второй год проводится в Сочи. В этот раз студенты профессиональных образовательных учреждений края получат больше информации о развитии студенческих отрядов, девиз которых – труд-крут. В первую очередь ребятам хотят объяснить, что компетентным руководителем можно стать, если пройти все этапы – от рабочей специальности до управления коллективом. Я вообще сама из Владивостока, я работала проводником в поезде «Владивосток-Москва». У меня была возможность прокатиться очень много, больше десятка раз по транссибирской магистрали и посмотреть Байкал и нашу огромную, невероятную страну. Работала на Крайнем Севере. Студентам рассказали, где можно трудоустроиться летом. Но пока волонтеры края намерены удивить сочинцев. 10 февраля они примут участие в масштабном флешмобе, который пройдет в центре Сочи под названием «Олимпийские объятия волонтеров» и будет посвящен первому юбилею Белой Олимпиады в Сочи. Честно говоря, у меня переполняют сейчас эмоции положительные, соответственно. Я очень хочу много нового, чего узнать. Мне нравится это волонтерское движение. Я восхищена этим. И я хочу заряжаться этим большей частью своей жизни. На самом деле я ни разу не была в Сочи. Это очень забавно, очень интересно и очень красиво. В Сочи реально очень красиво. Форум продлится 4 дня. Помимо образовательной программы, которая разработана Центром развития молодежи и Центром военно-патриотической допризывной подготовки для ребят организованной экскурсии на Красную Поляну. Елена Овсецевна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. С чего начинается Родина? Ответить на этот вопрос постарались ученики 15-й гимназии. Там в рамках военно-патриотического месячника организована выставка, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда. Завершилась в школе и битва хоров, длившаяся целую неделю. На закрытии фестиваля конкурса патриотических песен побывала Татьяна Говоркова. Сегодня в 15-й гимназии последняя битва хоров. Этот конкурс проводится третий год и стал одним из главных школьных мероприятий, готовится к которому ученики, учителя и родители начинают с сентября. На этот раз тема фестиваля «С чего начинается Родина?» ответить на этот вопрос ученики гимназии решили песнями. И у них это получилось. Мы пойдем встанем по полю вдвоем, мы пойдем встанем по полю вдвоем. Известную песню акапелла исполнили 16 родителей и 40 детей. Такой хор представил первый Д. И у каждого класса была своя история и свое понимание Родины. Ровно неделю на сцене актового зала школы исполнялись патриотические песни. Сегодня в последний день выступил сводный хор, а это 250 человек, ученики пятых и одиннадцатых классов. В рамках месячника патриотического воспитания каждый класс изготавливает афишу. Мне кажется, это то дело, которое помогает объединить детей, родителей, педагогов. Сегодня у нас гости из военной частей. Мы собрали посылки, мы будем им вручать. Посылки, письма солдатам, рисунки и инсталляции – все это тоже сделано руками учеников и родителей. Выставка развернулась в холле. Она посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. В рамках месячника мы проводим, каждую неделю у нас проходят классные часы по этой же теме. У нас выполняются работы с детьми на тему 75 лет снятия блокады Ленинграда, выполняются рисунки на тему «Живая память». Мы приглашаем ветеранов, проводим мероприятия, такие как «Битва хоров» и активно участвуем во всей этой работе. В патриотическом месячнике приняли участие все 47 классов 15-й гимназии. Кто представил самые яркие работы и осмыслил понятие родины, решит совет старшеклассников. Победители объявят 23 февраля. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Образы театральной реальности сегодняшнего дня представлены в художественном музее города. Там открылась персональная выставка Виталия Пустовалова. В экспозицию, посвященную году театра в России, автор включил 60 фоторабот, на которых запечатлены яркие мгновения театральных постановок. Виталий Пустовалов является художником-фотографом Сучинского концертно-филармонического объединения. Работая в театре, у автора есть возможность быть на прогонах, генеральных репетициях. Это происходит без зрителя, поэтому фотохудожник может себе позволить перемещаться перед сценой, по сцене, выискивать интересные ракурсы. Как говорит Пустовалов, он заранее смотрит возможные мизан-сцены, и потом, когда спектакль одевается в костюмы, когда ставится свет, тогда уже идет конкретная съемка уже конкретной сцены спектакля. Все фотографии – это живые фотографии, говорит Виталий Пустовалов. Когда спектакль еще только рождается, то, присутствуя на репетиции, понятен замысел режиссера и строя кадр. Автор выставки включает в него все самое важное – и сценографию, и характер артиста, и характер действия, и плюс еще содержательную часть. И тогда кадр начинает жить. Выставка «Образы театральной реальности», посвященная Году театра в России, будет работать в художественном музее до 3 марта. В Сочи проводит сборы команда России по вольной борьбе. Борцы готовятся сразу к нескольким крупным турнирам. Тренировки вольники проводят на федеральной базе подготовки «Югспорт». Это первый сбор борцов в этом году. Он так называемый «втягивающий», то есть спортсменам предстоит набрать кондиции, заложить фундамент физической и функциональной подготовки на весь год. Мы поэтому и сделали щадящий план, то есть меньше ковров, побольше игра на воздухе, чтобы ребята восстановились, потому что они сейчас в пике своей спортивной форме после оригинского турнира, чтобы им дать возможность восстановиться, отдохнуть и параллельно, чтобы не расслабляться и быть тонусом. На сборы в Сочи приехали около 120 спортсменов. Это не только лидеры, но и вторые и третьи номера сборной. Сейчас команда готовится сразу к трем крупным турнирам. Первый – это Кубок мира по вольной борьбе. Он пройдет в Якутии в середине марта. В апреле – чемпионат Европы, а в июне – европейские игры. В том числе по результатам сборов в Сочи тренеры решат, кто из спортсменов будет представлять Россию на том или ином международном турнире. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. КОНЕЦ